Здравия желаю! ANV Z200 Характеристики сайта производителя Общая длина 205 мм Длина клинка 85 мм Толщина клинка 3,5 мм Сталь N690 Твердость 58 единиц Покрытие клинка DLC Рукоять G10 Вес 102 грамма Замок Liner Lock Производитель Чехия Перед началом теста видим, как упирается лайнер в клинок Мне еще очень интересна стойкость этого покрытия Нож не новый, предыдущий владелец Строгал немного древесину им И видны такие, как небольшие потертости Скажем так Ну и посмотрим, что же будет дальше с ним Ну и перед тестом, как всегда, проверка на помидоре Я его подправил слегка Керамическим мусатом Режет он, в принципе, хорошо Стараюсь так без особого надавливания Практически под собственным весом Видно, что врезается очень и очень И поехали И сразу первый момент по открыванию Открывание у него предусмотрено как бы двурукое Но есть здесь такой дол в клинке На обзоре все это более детально расскажу За него можно открывать как бы одной рукой Если это делать не быстро Как бы так нормально, спокойно Без выбрасывания То это, в принципе, удобно Но если это делать, чтобы клинок именно выбросить То это не совсем удобно Потому как особо это для этого как бы не предназначено Это если вот сильно нужно подворачивать кистью Даже вот, ну, два из двух О, третий Не всегда это, в общем, получается Нужно иметь в виду Также лайнер отгибать в перчатке тоже не совсем удобно Потому как здесь выемка Для того, чтобы его лучше было отгибать Не такая уж не сильно глубокая И именно в перчатке прям так он проскальзывает Без перчатки это делать намного лучше В самом начале стяжка обычная, пластиковая Сложенная вдвое Без проблем По-другому быть и не могло Одинарная стяжка Также вообще без проблем Так, а вот что мне особенно нравится на тестах Это перерезание каната 12-миллиметровый канат Ну и посмотрим, как он справится Как бы чуть Подтормозил, что ли Но перерезал Ну-ка посмотрим, сложенный вдвое Перерезал Да, с усилием Но перерезал Очень даже неплохо Следующая Сосновая доска Построгаем Посмотрим, насколько удобно это делать Или нет Да, стружит так довольно неплохо Но чувствую Даже по сосне Мизинец Подминает мизинец Сверху не давит в руку В ладонь Как-то я не ощущаю Но именно Чувствуется, что Подавливает Мизинец Ну и вот так Да, довольно неплохо Но опять же Мизинец Ребра здесь Снизу На рукояти Подминают Следующая Сухой бук Поглядим Как по буку пойдет И опять же Насколько удобно Это уже не сосна Это уже Веселей Вгрызается Опять же так Неплохо Щепа Летит Прямо так сильно Довольно сильно Вгрызается Ну да Тут рукоять уже Чувствуется Все ее прелести Уже и сверху Подминает Ладони Мизинец Еще сильнее Так Ух Хорошо Ну нормально Зато стружит Смотрите Совсем немного Ох Вообще прям классно Совсем немного Резов сделал И уже Половину этой веточки Я перестружил Ну практически половину Сучок О да Без перчатки Конечно Прям Прям Некомфортно А ну-ка Одену перчатку Да Без перчатки Ну Это прям Прям очень Очень приятно Так А ну-ка Теперь Да Даже в тоненькой Перчатке Прям Намного лучше Но все равно Вгрызается Вообще Прям Посмотрите Классно Рукоять Да Не суперудобная Но Вгрызается Прям Блин Мне понравилось Твердый Сухой Бук Вообще Отлично Прям Отлично Есть Карандаши Да Очень Хорошо Теперь Посмотрим Как он протыкает Пластиковая Баклажка Кончик у ножа Кстати Так Ну Довольно Острый Скажем Так Не Шила Прям Это Нити Лайт 6 Как я Часто Сравниваю Но Все равно Довольно Так Острый Поглядим Да Я хотел Так Вообще Думал Налегке Прям Прошьет Прошивает Но Опять же Не Шило И Вот Такой Момент Еще Так Как и По Продуктам Но Я Это Не Указал Зуб Этот На Клинке Скажем Так На самом Начале Его Если Сильно Клинок Погружается Во Что То Как Как бы Этим Зубом Зацепается И Чтоб Назад Надо Именно Как бы Там Он Держится Надо Сильнее Его Потянуть Половина Теста Пройдена Можно Выпить Чай Ты Ты У Далее веревка просто порежу так чисто подсадить кромку ну и вообще просто просто так Да нормально так прорезают можно сказать за один раз чуть-чуть остается там совсем Да почти почти за один раз буквально какая-то там одно одна ниточка остается какая-то да неплохо неплохо режет Да вот поступательная вперед и ну практически за раз можно сказать Для меня не менее интересно чем перерезание каната на весу это шланг ну-ка посмотрим кусочек маленький держать неудобно поглядим как он будет врезаться Да почти до конца тоже с первого раза Почти до конца врезается очень и очень Да фокус уехал придется заново так вот врезается с первого раза и почти до конца Без проблем давление в руку не ощущается в отличие от когда я строгал стружил то здесь нормально Почти с первого раза врезание и чуть-чуть там на обратном движении можно сказать дорезается да вот почти с первого раза прорезает очень отлично почти финал и тест кончика он здесь такой не самые тонкие средней толщины ну посмотрим тоже очень люблю это делать особенно чужими ножами когда их владельцы стоят рядом и смотрят Да потихоньку выламывает Понемногу процесс идет Да вот такие кусочки Хотя нож не какой-то там для такого он конечно не предназначен Ну как многие скажут что любой нож для такого не предназначен Ножом нужно резать Ну как по мне это чушь Я всегда говорю а что топором делать колоть или рубить Так и ножом ножи бывают разные для разных задач Блин Пойдет Но тут уже он углубился Тут я не буду сильно на излом брать Почти насквозь Да щипа он отламывается нормально Можно сказать насквозь я его проковырял Есть С кончиком клинка все нормально никуда его не повело На покрытии от этого всего остались такие небольшие потертости Но возможно это остатки пластиковой бутылки и всего прочего дома попробую тереть это все ластиком Ну и проверим остроту на все том же помидоре Все та же половинка Врезается Но по-моему Ну да уже как-то под прям Уж очень идеально Он туда так не Да уже чуть-чуть надо несколько раз про него провести Тогда только клинок туда проходит Чуть-чуть подсел Ну да Уже такие прям Микродольки уже нож не режет Да Приходится поддавливать А теперь проверю стойкость покрытия В этом мне поможет баночка чудесных бобов Да Я знаю что ножами нельзя открывать Конечно же Это все понятно Здесь еще есть кольцо для открывания Но мне интересно Именно какая стойкость данного покрытия DLC Оно кстати матовое Печатки на нем не остаются Но вот некоторые следы после дерева Бутылки остались видны Просьба отойти от экранов беременных женщин и ранимых ножеманов Да я не спец в открывании Чаще я банки как-то разрываю Это как раз будет сегодня мой обед Есть И вот что мы имеем Но скорее всего как мне кажется Это именно остатки самой банки А не царапины на покрытие Дома я попробую это все стереть ластиком И сделаю уже вставочку Ну и на режущей кромке В том месте где я не нарезал банку Есть такое небольшое замятие В одном месте Ну не знаю будет ли это видно Вот как раз в самом центре кадра И та же половинка помидора С обратной стороны Ну и посмотрим Именно этой частью где вскрывались Консервы Да уже Хоть он тут и треснутый Но уже подминает Нужно уже надавить Чтобы пошло разрезание Да понятно Как было видно Нож подсел Дома попробую еще поправить его На своей маленькой керамическом На мусатике своем керамическом И покажу уже На обзоре Как он будет резать после этого Ну и клиночек остался по центру Как и был в самом начале На следующий день решил все-таки пересмотреть И клиночек чуть ушел в сторону Но подтяжка винта Думаю все это дело исправит Так же по замку По-моему он стал чуть дальше заходить Но не уверен По покрытию Сверху здесь на обухе Возле кончика Был такой белесый след От банки От бутылки возможно Сейчас его нет Но осталась такая вот Как бы отметка И так же еще остались Вот я резинкой стирал Это все ластиком обычным Но такие вот Как бы это не царапины Но потертости на клинке остались Слегка потянула отвертка И клинок по центру И еще раз Остроте его после теста Как я и показывал Вот он кожицу как бы видно Поддавливает Он уже не врезается Но сейчас попробую Подправить на керамике И посмотрим что получится Ну и теперь тот же помидор Да вот муса там буквально Каких-то 2 минуты Видно уже врезается Сразу Как раз этой частью Которую я открывал консервы До этого он Врезаться не хотел Так что да Правится Правится быстро Режет и стружит нож Довольно неплохо Это его основные задачи Ну а ковыряние Вскрытие банок Это уже дело 10 Мне осталось Отобедать Вскрытой фасолькой И заодно В конце покажу Место Где я сегодня нахожусь На этом все Конец связи Субтитры сделал DimaTorzok Солнце уже садится За деревьями, за холмами не видно Кстати это то место Где у нас Не получился тест Кухонного ножа Каи Такое небольшое озерцо Окруженное Со всех сторон холмами Поэтому Когда я сюда шел Было так довольно ветрено То здесь Тихо Спокойно Как раз Хорошее место для съемок Иду обратно Съемки окончены Уже возвращаюсь В полумраке На основном телефоне Батарея села Выходил было 100% Хорошо есть запасной На всякий пожарный Надо мной же тут Летучие мыши летают Вон пронеслась Еще мне так Час по рельсам через лес Продолжение следует...